Гоша продвигается очень быстро. Уже буквально через какое-то время, я не знаю, сколько это было в днях, вполне возможно, что уже на следующий день сцена такая, что они занимались сексом, и он лежит в постели и курит у него в постели. И вдруг Екатерина вспоминает, что сейчас через несколько секунд придет ее дочка, и тут же они просто как маленькие дети, как подростки, которые занимались сексом, и сейчас придут родители, тут же они постельное белье складывают, и приходит Александра, и она уже догадывается для чего. Тут два вопроса. Во-первых, как вы относитесь к тому, что мужчина курит в постели у женщины, которая сама не курит? Это один вопрос. И второй вопрос, не слишком ли быстро они перешли к сексу? Во-вторых, если мы смотрим сейчас 20-й год, а фильм был снят 40 лет тому назад, тогда были морали немножечко другие. Ань, ну это взрослые люди, это взрослые люди, мы даже это не обсуждаем, тем более по фильму там непонятно, вот эти временные интервалы, они очень-очень непонятны. А вот относительно курения, опять же, Аня, давай вспомним фильмы 50-х годов, на которых был вкормлен Миншо, да, французский, итальянский, какие-то там сигарета не выпадает из рук. Да, 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 очень модные, очень модные были. И я помню... Нет, только можно. Поэтому, конечно, когда мы видим вот этот сюжетик, человек в квартире, да, в спальне, в кровати, курит, ну довольно-таки пошлато это смотрится. Вот. Ну опять, тут, скажем, вопрос к Катерине. Друзья, ну не связано мужское курение с отношением к женщине? В каком плане не связано? Если бы мы видели, что Катерина сказала, что ей не нравится, когда курит в квартире, там, в постели, и он проигнорировал бы, и продолжал бы курчать из себя хозяина, это одно. У нас этого сюжета нет. Вполне возможно, скажем так, если они все такие там любители Хемингуэя, вот нет, он не висит, он там в свитере на стене, 80-е, да, но у них этот идеал, и мы думаем, ой, как это красиво, как это романтично, понимаете, такой романтичный образ. Поэтому это такая, ну даже не тема для обсуждения, а тема была бы, если бы мы видели, что Катерина просила его не курить, а он курит. А здесь нам тогда приходится как бы Катерину обсуждать, правильно ли Катерина делает, если она разрешает мужчине курить. Господи, друзья, в своем огороде наводите в порядок. Понимаете? Вот. Может быть, Катерина, как это, характер свой воспитывает и про себя думает. Придержу себя, да, каждый из нас может видеть вот эту ситуацию, когда, например, где-нибудь по, как сказать, по супермаркету, да, по крупному универсалу идет мужик такой с тележкой, и такая буйкая барышня, это не бери, вот это клади, вот это делай, что ты берешь, т-т-т-т, т-т-т, поправь. 153 сообщения, что мужик должен делать. Может быть, Катерина начала себя дрессировать в этом плане, не говорить, что мужчина должен делать. Поэтому, ну, я шучу, конечно. Смысл какой? У нас нету материала для обсуждения этой ситуации. Я уже как-то говорила, это как бы, как-то Олег Валенса, когда ему задали очень неудобрые, неудобные вопросы, он сказал, хотел бы я пана видеть тем часом, да, так и здесь и мы. Мы не в ситуации. И чтобы что-то круто могли разобрать, вот можно ли это делать в этот момент или нельзя, все-таки надо больше быть в ситуации. А мы, смотри, а я на чем сосредотачиваюсь? Мы обсуждаем, делает ли мужчина вклад в женщину. И если мы берем все-таки 80-е годы, то мы видим, много-много вклада делает и не показушного, не с мордой кирпичом, что, ну, надо бабу охмурять. Вот я буду там, типа, на тачке довезу, потом покажу, что я такой повар великий, потом я там ее с видом мученика свожу на какой-то пикник. А мы смотрим, что он такой рукастый человек, и он делает все с удовольствием. Да, вот мне вот это очень нравится, что он любит жить. Он делает вклад в женщину с удовольствием, щедро, ура, мне это нравится. Для меня это показатель, что женщина ему нравится раз. Это у нас, как говорят, да? Как мне выбрать мужика? Там список, сто. Мужика ты будешь выбирать? Определись, ты ему нравишься. Вот какому количеству мужчин ты нравишься? Двоим, троим, пятерым. Вот из них ты будешь выбирать, а не из того, кто тебе понравился. То есть пункт первый, ты ему очень нравишься. Пункт второй, он щедрый. Важный этот пункт, чтобы он делился с тобой ресурсами. Для нас, женщин, это важно. Ну и дальше мы смотрим, эта щедрость на что опирается. Он может вообще у социума ресурсы брать? Вот он привез и показал, да, какой он востребованный и насколько прилично он может зарабатывать. Можно там уже прикинуть, правильно? Да, да, да. Хороший, Женя, хороший, берем. Берем. Парни грязью обляпали. Парни грязью. Парни грязью. Парни грязью. Парни грязью. Парни грязью.